История Дня Победы в нашей стране теперь уже неразрывно связана с ситуацией, которая складывается сейчас. Сегодня среди павших защитников Отечества имена героев СВО. Выставка «Своих не бросаем» стала частью музея под открытым небом. Мальчишкам показывают экипировку военнослужащих 21 века. Пояснение дают по всем деталям снаряжения. Почему, например, поменялся цвет и для чего необходим каждый предмет. Здесь мы видим бронежилет и под сумочек, уже обратите внимание, с медикаментами, находится здесь. Здесь все настоящее. Турникеты, бинты в запасе. Турникеты – это специальный жгут, который крови останавливающий. Там столько фоток погибшим и столько техники. Интересно рассматривать и узнавать, что они совершили за подвиги. Фотографиями бойцов, которые погибли на фронте в наши дни, наполнена выставка «Своих не бросаем». Она о современных героях. На полотне, вышитом матерями и вдовами бойцов, 33 портрета военнослужащих, бравших в самом начале спецоперации «Аэропорт Гастомель». Это мамы и жены тех, кто брал аэропорт Гастомель. Это наша гастомельская история. Я думаю, что это полотно. История семей, история жен, история матерей, история СВО, история 31 бригады и, конечно, история России, современной России. Здесь же организаторы выставки занимаются с детьми и демонстрируют современное вооружение. Также здесь привезена машина с СВО «УАЗ Патриот». Мы его назвали «Молчаливый свидетель современной истории». Эта машина принимала в боевых действиях на Херсонском направлении, на Бахмутском. Также сейчас эта машина возит гуманитарную помощь нашим бойцам на СВО. Выставка «Своих не бросаем» не оставила горожан равнодушными. Подтверждением тому и то, что многие ульяновцы участвуют в сборе гуманитарного груза для бойцов СВО. Дмитрий Емельянов, Ксения Грищенко, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.